Резину давно поменяли. Хорошо, с документом у вас все в порядке. Синоптики обещают ночной минус и утренний гололед. Такой прогноз для водителей может стать неожиданностью и причиной аварии. Но только не для тех, кто уже успел сменить резину на зимнюю. К примеру, Фадей Панцевич не просто водитель, а директор фирмы грузоперевозок. Мужчина понимает, что в его деле безопасность превыше всего. Всегда лучше поменять сейчас, когда еще тепло. Заранее, я уже месяц назад поменял, чтобы эти очереди потом не стоят. Я вот поменял грузовых. Она не зимняя, но она новая именно зимнего варианта. Она очень идеально работает. И машины не буксуют, и по безопасности, и по всему. Поэтому всем советую. Чтобы сменить шины, люди отстаивают огромные очереди. Опытные водители знают об этом и предпочитают готовиться к зиме заблаговременно, без спешки. У меня, так скажем, есть опыт. Когда-то резина еще была, скажем, после покупки машины, она еще была старая. Зимняя, но старая. И носила немножко на поворотах, поэтому в следующий сезон уже была куплена новая резина. А так как у нас зима уже начинается достаточно рано, где-то в ноябре, то не хочется рисковать. Например, по ночам, особенно, когда может вода замерзать. На зимней резине проще, спокойнее. Есть и те, кто сменой летней резины заранее пренебрегает. За время рейда только пару водителей еще не успели переобуться. А с приближением зимы спешат в гаражи и автомастерские для замены. Ведь до 1 декабря по закону это должен сделать каждый. Планирую в ближайшее время до 1 декабря поменять, потому что уже смотрю в Россию, где-то местами уже снег пошел. Ну и опасно ездить на летней резине. Вот. Поэтому чем быстрее поменяешь, тем, ну, как бы, вероятность аварии чуть меньше. Зимняя резина не боится отрицательных температур, не перемерзает и становится жесткой при плохих погодных условиях. Важно! На транспортном средстве все четыре колеса должны быть оборудованы зимними шинами, а не только ведущие. Большинство людей меняют зимнюю резину в последние недели ноября. Тем не менее, инспекторы ГАИ рекомендуют ориентироваться на погодные условия, а не на календарную зиму. Летние шины теряют свои сцепные свойства с дорогой при минусовой температуре. Зимние, в свою очередь, сокращают тормозной путь на заснеженной либо ледяной дороге, а также улучшают управляемость автомобиля. К слову, высота рисунка протектора должна составлять не менее 4 миллиметров. Также мы рекомендуем не забывать переходить на зимний стиль вождения. Это держать безопасную дистанцию до впереди движущихся автомобилей, держать интервал, соблюдать безопасную скорость на дороге, также отказаться от резких маневров и повысить свою внимательность и бдительность при проезде пешеходных переходов и перекрестков, особенно в темное время суток. Что касается административной ответственности, то в случае, если водитель управляет транспортом, который не оборудован зимними шинами в период с 1 декабря по 1 марта, грозит штраф до одной базовой величины. В случае повторного такого нарушения водителю будет грозить штраф от 2 до 5 базовых величин. От дисциплины на дороге зависит собственная безопасность и безопасность окружающих людей. Только в прошлом сезоне за использование летних шин зимой в Гродненской области привлекли к административной ответственности более 400 водителей. Алена Зотова, Андрей Шаповалов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова